друзья всех приветствую с вами педром рауфи и вы смотрите обзор рынка ежедневный обзор рынка которого мы в этой неделе начинаем и его начинаем конечно же с криптовалюты почему потому что новостной фон относительно довольно пустой если берем фондовый рынок и рынок форекс и есть некоторые новости по рынку крипты и некоторые прогнозы и в целом некоторые активы криптоактивы которые очень красиво смотрятся но их сегодня мы посмотреть и посмотрим какие есть возможности по трейдингу по ним в течение дня внутри дня конечно же дотронем еще в середине и остальные рынки то есть фондовый рынок посмотрим что произошло с прошлого раза как мы общались с вами да то есть и спасибо что пишите комментарии оставляете и вопросы тоже под видео и конечно же случае есть ли какие-то акты вам интересны еще в дальнейшем случае чтобы их разобрать просто до для трейдинга и так далее можете об этом писать в комментариях и их разберу к следующему разу как мы видим оптимизм когда который мы говорили еще с прошлого раза на канале карта трейдер склаб в ютюбе среду у нас был последний обзор по криптовалюты оптимизм сохраняется некое снижение пареньку по рынку в целом произошел то есть вот это снижение коррекционное которое мы говорили вот это она как бы относительно до локальных поддержек по всему рынку продлился но затем следовал рост как и предполагалось причем потому что мы и так предполагали снижение коррекционное продолжение коррекционного снижения и в целом сейчас очень хорошо смотрятся многие активы это у нас график биткоина как общий график мы просто его берем целом остальные крипто остальные крипто активы тоже похожую похожую тенденцию имеет в данный момент и о чем же это новость о том что капитализация крипто линка снова превысила 2 триллиона долларов и это третий раз по моему если что целом это происходит и в этот раз это может быть признаком того что скорее всего мы сталкиваемся с очередным всплеском ближайшее время то есть такое предположение просто опять же это все не рекомендации это просто предположение о котором говорится и говорится о том что кардано кардано ripple и дочку очень красиво смотрится просто посмотрим сейчас на самом деле как насколько они красиво смотрятся и так далее прошлый раз по кардану тоже кстати по ripple и подушкой мы общались в среду на карты трейдер склад ютюбе и это было 11 число если я не ошибаюсь да и как мы видим снижение коррекционное он улюбился то есть он произошел относительно и продлился как и предполагалось но дальше цена пошла на рост и в данном случае в данный момент относительно красиво смотрится единственное что накопление энергии здесь недалеко от диапазона сопротивления 2 и 24 это может быть при передней привести и привести к последующему импульсу который может продлиться до 2.3 и 2.4 даже то есть есть такая вероятность это у нас по кардану на 15 минут на таймфрейме на дневном таймфрейме разворотных сигналов тут как бы относительно можно сказать что пока еще нет единственное что пока цена не спустилась ниже минимума 2 и ну то есть дуба лучше взять психологическое 2 доллара это тут фрактал не сформируется и этот фрактал пока не сформируется пока у нас все хорошо на дневном графике а на 15 минутки и в целом на картках кратких до краткосрочных таймфреймов все хорошо и в целом смотрится и ripple тоже довольно красиво и хорошо если когда накопление которое может привести к последующему импульсу имейте в виду что импульсы они зачастую могут продолжаться могут иметь как мою половину размера предыдущего тренда ну до половины 1 4 половина но затем затем мог бы может снова войти в фазу консолидации или же снижение поэтому имейте ввиду что мы сейчас ориентируемся на определенного рода спекуляции предположение о том что это будет возможно опять же это не рекомендация друзья по и по до школе но тоже довольно так красиво смотрится вот это нисходящий клин возле вершины как фигура продолжение тренда относительно тому что у нас в канале цена двигается и мы в этом канале достаточно отдаляется от верхней грани верхушки от верхней границы этого канала это виду что может нас всех пугать но опять же нужно иметь ввиду что мы ждем просто восходящего импульса который скорее всего может привести к последующему снижению амплитуды то есть вот есть такое накопление энергии которые можно воспользоваться в случае если что она просто смотрится красиво имейте и по самому биткоине по самому эфириуму тоже ситуация относительно похоже то есть мы вблизи верхней границы канала но тут еще потенциал есть то есть и по биткоине есть потенциал и по эфириуму тоже есть потенциал дальнейшего развития амплитуда очень низкая единственное что хорошее можно тут иметь ввиду это то что мы находимся выше предыдущих максимум то есть ну выше локальных максимумов но по биткоину мы сейчас в данном случае в данный момент тестируем вот этот зеркальный уровень то есть он относительно зеркальный и является дополнительно является локальным сопротивлением это у нас извините меня это визу как я пришел совсем далеко по биткоины еще раз посмотрим биткойн тоже находится выше локальных максимумов то ситуацию которым только что разобрали это график usd канадис извините биткоин тоже находится выше локальных максимумов то есть вот это все как бы относительно красиво достаточно хорошо накопление которые здесь есть выше этого максимума тоже смотрится красиво можно ему доверять с моей точки зрения и в целом особое расхождение между линии медленность скользящей быстрой скользящей нет то есть особо расхождение бы тут не наблюдаем а если что 4 часов таймфрейме это расхождение просто является сигнал того что цена может короткосрочно после восходящего импульса спускаться или же при торможению роста но целом если брать потенциал этого снижения я думаю 45000 44000 это его максимум по эфириуму тоже то есть если брать потенциал снижения локальные поддержки и самый способ и единственное что очень хорошо может дать вам последующий сигнал это и тут то как будет тестироваться кто как будет тестироваться эти локальной поддержки и если импульсивно то дальше мы ждем при торможении снижения и последующего роста есть и поджатие идет и это нехорошо об этом неоднократно говорим возвращаемся к фондовому рынку что произошел с прошлого раза сегодня к сожалению экономический календарь очень пустой поэтому говорить не будем если что ночью у нас ожидает выход релизов из австралии и завтра лучше обрана в 9 велика британия протокол заседания кинежной политики австралия к сожалению находится под давлением спада китайской экономики охлаждение китайского китайской экономики поэтому тут нужно вот этот фактор тоже учитывать а в целом календарь пустой получается с прошлого раза как вы с вами виделись пятницу вот эта красная линия как и предполагалось кстати под снижение амплитуды вдоль восходящей границы верхней границы внешнего канала первого к снижению то есть мы об этом говорили что это скорее всего произойдет то есть по итогам восходящего такого импульса после его прорывания накрадовали теста в это прохождение вдоль линии тренда а цена всегда возвращается в фазу то есть точнее в каран вот такой снижение случился то есть его ожидании он случился и продолжился тоже по факту ситуация картинка похожая единственно что этот канал не нарисовал но он тут тоже есть и цена точно также отбивается вниз это не коррекция это просто снижение коррекционы и скорее всего будущем мы увидим снова рост и вероятность того что цена опустится еще ниже она очень маленькая единственное что есть сомнения о том что федрезерв снова остановится немножко ястребным то есть его тон по ужесточению монетарной политики становится немножко жестче последнее время и в целом есть негатив который связан с тем что недавно вышли релизы по инфляционные релизы которые были негативные которые негативные повлияли это фондовый рынок который мы увидели кстати вот который мы сейчас видим и в целом вот это все вместе может не очень хорошо отразиться до фондовый рынок и с другой стороны может поддержать доллар и сам индекс доллара сам индекс доллара тоже относительно красивую картинку создает по отбою и якобы вверх продолжение тренда единственное что на дневном графике тут есть еще потенциал снижения и в целом вот до поддержки 901 80 901 20 то есть приблизительно между 20 между 902 901 есть потенциал снижение но пробьет ли доллар эту поддержку или нет скорее всего и если пробьет это будет импульсивно и затем следует очередной рост то есть это произойдет случай если вы не ближайшее время ретест верхушки канала 8 500 и удовольствовала снова импульсивным образом это возможно это вероятно об этом есть прогнозы о том что рост в ближайшем будущем по фондовый рынок следует до 8 процентов он может случиться потому что федрезерв все еще такой голубей то есть он не повышает процентную ставку до некоторые новости некоторые как бы вещи которые выходят они указывают на то что он может внезапно до октября этого делать то есть так тебе повысить и потому что просто рассказать о том что процентную ставку было повыситься не то что снова именно вот программно по чуть-чуть и три раза там планируется это делать поэтому в целом здесь я бы ожидал еще от наваритеса локального локальной максимума по 500 и последующие снижение то есть имеется ввиду такой нисходящий импульс доллара ртс ближайшей поддержки и последующий рост доллара и конечно же это все на рынке может повлиять следующим образом евро которая тоже кстати отбилась от нижней границы канала и пошла дальше вверх как и предполагалось и фунт который точно также по евро по фунту по фунту можно быть особо позитивным почему потому что не здесь техническую картину рисует относительно позитивную недалеко от сопротивления и возможно дальше рост возможно тут по факту есть своего рода фигура продолжения тренда и последующий дальнейший рост и в общем следующий импульс восходящий который случится он может дотянуться до 1 39 и по британии в общем этот оптимизм связан с тем что они решили карантин не вести несмотря на развитие дельты в Великобритании в Великобритании очень хорошо запустила себе вакцинацию там большое количество людей население вакцинированное поэтому они переживали за очередной карантин и конечно же просто не закрылись просто не объявили карантин очередной раз которая могла бы кстати очень плохо повлиять и как мы видим результат этого стало что фунт он смотрится гораздо сильнее чем евро сейчас в данном случае в данный момент и вероятность продолжения его роста тут тоже по факту и есть мы видим что на картинке на графике там это хорошо видно по евро тоже потенциал роста есть но максимально до верхней границы нисходящего канала то есть до линии тренда вот этого 1860 австралиец и новозеландец опять же еще раз повторяю под давлением китайских охлаждения китайского рынка что там кстати по китайскому рынку у нас доллар относительно укрепляется к юаню и сам фондовый рынок китая посмотрим вышел с этой с этого дна или нет сама показывает что выходит но все еще ситуация может ухудшиться то есть графически если судить по китайскому по китайским индексом ситуация все еще не очень хороша то есть мы пока еще будем ставить больше на дальнейший рост с 500 то есть среднесрочный рост до 7500 чем китайский фондовый рынок а после уже посмотрим поэтому вероятность снижения доллара вероятность роста евро фунта в ближайшее время из-за вероятности восходящего импульса по 7500 ближайшее время тоже учитываем дальше уже скорее всего будет консолидация затем скорее всего продолжение роста на фоновом реки поэтому в рамках вашей оторвали вашей системы сейчас данном случае очень хорошая возможность чтобы вы отталкивались от этих каналов от горизонтальных каналов и также вот в целом вот этой консолидации по золоту кстати ситуация тоже кстати смотрите вдоль нижней границы канала то есть линии тренда консолидация продолжалась и затем цена развернулась это еще раз это как раз это картина которая была в сапе 500 тоже то есть как вы видите да вдоль линии верхней границы канала восходящего и последующий то есть относительно такая сигнальный момент очень хороший об этом предупреждали что такое такое сформирование так такое такая конфигурация это признак того что цена должен по золоту тут все в канале то есть и чисто тут все хорошо и негативно к нему относиться пока нету смысла цена выше вот этого сопротивления которому прижималась очень долго поэтому то есть один 1760 она выше 1760 а пока то отметка не пробьется и думаю все хорошо все нормально единственное что впереди тоже есть у него сопротивление которое может тестировать и развернуться от них 1800 но для этого нужно еще время любые негативные новости про дальнейшее распространение ковида и ухудшение китайской экономики может перестать к дальнейшему росту золота и если что же тут можно защищаться от рисков и 1760 довольно хорошая отметка для этого друзья спасибо что посмотрели этот обзор в следующий раз увидимся завтра извините что у меня такой голос аллергия летом очень сильно мучает и иногда бывает просто препараты тоже не помогают поэтому не забудьте оставьте комментарии не забудьте оставьте вопросы если какие-то другие активы которые вам интересны которых я забыл сегодня разобрать тоже пишите тоже их выкладывайте если что в комментариях чтобы я их разобрал к следующему моменту и до следующей встречи до завтра всем хорошая торговля пока пока